Что касается эпидемии ВИЧ-инфекции в России, она продолжает развиваться. По оценкам UN AIDS, эта цифра может приближаться к миллиону или полутора миллионам. Большинство людей, получающих инфекцию, это люди, которые получили из-за использования истерических игруш, прицепов. Правительство российское, оно не предпринимает буквально вообще никаких шагов для профилактики ВИЧ-инфекции. В Москве, например, сейчас работает только один проект «Солюжение вреда», это наш проект. Миссия нашей организации – это способствовать развитию гуманной наркополитики, основанной на соблюдении прав человека и достоинствах человека. Фонд Андрея Рылькова помогает людям выжить. Фонд содействия защиты здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова. Организация официально была зарегистрирована в сентябре 2009 года. Андрей Рыльков и его друзья основали движение «Фронт Эйдс». Это было первое активистское движение, и мы боролись за доступность терапии для ВИЧ-положительных людей в России, в то время, когда эта терапия вообще не была доступна, особенно для потребителей наркотиков. Андрею он привнес нотки радикализма в движение «ВИЧ-активизм». И они начали проводить акции прямого действия. Первые акции «Фронт Эйдс» приковывания к мэрии города Галининграда или вынос гробов в Санкт-Петербурге. Андрей умер несколько лет назад, и в честь него мы решили назвать наш фонд. Потому что для нас это реально такое светлое и важное имя, постоянно озаряющее нашу жизнь память о нашем друге. Недавно руководитель Федеральной службы по контролю за наркотиками сказал о том, что в России от наркотиков умирает 100 тысяч человек за год. Но это естественные передозировки, смерть, связанная с ВИЧ-инфекцией, с туберкулезом. Около полутора лет назад Министерство здравоохранения выступало на Совете Безопасности перед президентом страны и говорило о том, что Министерство здравоохранения изучило программы снижения вреда и их эффективность, в частности программы иглышприцев. И пришло к выводу, что эти программы неэффективны и способствуют вот этой пропаганде и поощрению наркопотребления в обществе. Министерство здравоохранения считает нецелесообразным применение программ заместительной терапии в России, потому что якобы они также способствуют поощрению наркопотребления. То есть в принципе люди, которые управляют здравоохранением, они говорят о том, что вот это вот унижение, попрание человеческого достоинства, лишение людей их здоровья, это и есть стратегия борьбы с наркотиками. Мы недавно написали письмо премьер-министру нашей страны, которым сообщили о том, что мы считаем, что в стране происходит какая-то катастрофа в плане здравоохранения, в плане профилактики ВИЧ. Буквально два месяца назад, в сентябре, было закрыто около 30 программ снижения вреда. Эти программы перестали существовать, потому что закончились деньги глобального фонда. Так что программы снижения вреда потихонечку закрываются. Возьми любую страну, везде возможно изменить ситуацию, и ситуация меняется. В России ситуация не меняется. Ты можешь делать что угодно, там биться головой об стену, писать какие-то петиции, приковываться цепями, проводить работу с прессой, проводить работу с ООН, жаловаться в комитет по каким-то таким правам, по сяким правам, что угодно. Ситуация не меняется. Она становится только хуже. Правительство, оно нас не слышит просто. У нас ситуация пост надежда, пост какое-то сопротивление. Мы не пытаемся там поставить себя в оппозицию с правительством. Все, что мы хотим, это защищать жизни своих друзей. Все, кого мы можем своими руками вытащить, того мы будем вытаскивать. Мы можем делать программу иглы и шприцев в Москве. Несмотря на то, что 15 лет нам утвердили о том, что это невозможно, но мы это делаем. Я утрич работник, я работаю себе на улице. Я тоже занимаюсь раздачей шприцев и всяческих других материалов. Ну, то есть, утрич работа еще, ну, нет-нет, провожу тренинги, там, по передозам, по ВИЧ. Я занимаюсь социальным сопровождением тех клиентов, которые приняли решение лечиться. Мне нравится то, что мы приносим какую-то пользу обществу. Я помню, как снижение вреда помогло мне, и, ну, возможно, ну, не будь моей жизни снижение вреда, ну, меня как бы не было бы уже здесь. За меня ценно помогать людям. Стала распространяться какая-то такая мифология, что проводить обмен шприцев в Москве нельзя. И даже это выросло до того, что проводить обмен шприцев в Москве незаконно. И вот многие неправительственные организации, ну, как несколько, по крайней мере, они получали деньги на адвокацию проведения обмена шприцев. И так это длилось долго-долго-долго. В принципе, мы для себя решили, что то, что не запрещено, разрешено. И поскольку у нас нет закона запрещающего обмен шприцев, в Москве нет закона запрещающего обмен шприцев, то значит, его делать можно. Ну, пошли на эту авантюру, стали раздавать шприцы. Я ждал, что сейчас упадет спецназ с неба, начнут нас все принимать и просто там вешать на Красной площади. Этого ничего не случилось. Только после того, как мая прошлого года МПО поддержал наш проект, у нас появилась возможность платить зарплаты, каждый день выходить на внутричь, закупать материалы, закупать там какие-то витамины и так далее. Это делают ночью, допустим, еще как-то. И получается просто либо болезненно, и заносит себе грязь, наш пользуется старыми шприцами. Просто они цепляют ВИЧ друг от друга. Тупо просто себя убивают из такой глупости. Давай, есть тоже коробочку? Коробочку не дам. Я имею в виду, каковочек нет. Спасибо. Я вот даже беру, да? В севере. Я сейчас просто здесь, поскольку я весь вечер здесь буду, я буду просто тупо раздавать людям, чтобы они попользовались. И с жильем тоже проблема. Вот кто здесь колется, да, на текстильщиках, я знаю людей, они не наркоманы, несчастные люди, у которых есть проблемы с жильем, есть проблемы с родственниками, которые их оттолкнули, да? У людей просто пустота. И колется здесь не потому, что им хочется кайфа, а люди колются просто, чтобы не замерзнуть, и поскольку находятся круглосуточно на ногах, чтобы были какие-то силы. Это не наркоман. Макарин даже говорит, что нет ненормальных абсолютно. Помести любого нормального условия, он будет нормальным. Поэтому просто у людей проблемы, души пустота, которые не заполняют вот этой фигней. Понимаете? Ты сама на улице живешь? Да, я живу на улице. Поднести надежду вообще на возможность жизни, улучшение чего-то в сообществе. Ну, то, для чего существует наш проект снижение вреда. Это просто, не знаю, просто поговорить с людьми, просто дать им хотя бы какое-то человеческое отношение. Все. Потому что все это общество, все это государство, оно построено так, что люди просто не слышат ни одного доброго слова ниоткуда. и это разрывает сердце, ну, как бы с этим тяжело жить. Хочется хотя бы, ну, хотя бы на таком уровне изменить ситуацию, на уровне нашего персонального общения. Вот, еще, еще мне очень нравится этот момент, то, что мне все звонят, вот, и, ну, и, ну, я с ними общаюсь, ну, то есть, на, ну, на телефоне я. И мне еще очень важно, когда, ну, представители сообщества сами говорят о том, что они хотят что-то делать, что-то менять, и как-то высказывают свою инициативу, и, ну, вот я вижу этот потенциал в людях, но когда получается установить такой настоящий контакт с человеком, и он как-то вовлекается, ну, в том числе в работу, многие становятся нашими волонтерами, например, и нашими друзьями, ну, это, наверное, самый важный момент, самый ценный. Вот. Реальный шаман. Так, Митя, давай я поговорю, а? Давай, 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 давай. Я уже жду каждый, вот, я уже сейчас начинаю привыкать, что раз в неделю нам поносит гематогенчик, у фрицев, вот, и что, как бы, и у меня уже знают, там, близкие, что можно просто позвонить, сказать, есть баян, ну, я пальчику всегда дал, если есть, конечно. Спасли меня, да. Самому. Ну да, черному. Московская наркосцена. Дезаморфин. Героина нету. Героина нету, а если он отвратительного качества, то есть, вот это вот соотношение, цена-качество вообще, но... и поэтому я, как думаю, ну, у меня стаж-то уже, ух, вот, и я так думаю, что в ближайшее время стоит ждать, что в Москве будет очень много, ну, вот, крокодилщиков, ну, дезаморфинщиков, потому что, ну, это доступно, ну, а что, нашел аптеку, купил, как бы, прекурсоры все, да, там, и сварил, там, для граждан, да, вот, для моих соседей. Кто такой наркоман, да? Это человек, который, им привили это, я, значит, наркоман, он будет их грабить, он, он, да, насилок убивать. У нас вот именно отношение, пока вот, власть не будет, именно, считать наркоманов за людей, за таких же нормальных людей. А как этого добиться, вот, блин? А никак, не знаю. Время должно пройти. Наверное время. Люди, рожденные в конце 60-х, в начале 70-х, которых, вот, первая волна, как бы, наркотиков, начало 90-х, как бы, накрыл, они уже во власти. Ничего не меняется. Власти, да они будут сами нюхать кокаин, точно так же, принимать тут же законы, по которым надо будет расстреливать. Действительно, это дело не в этом. Менять надо общественное сознание. В свое время мы мутили акцию, она называлась «Красная шапочка». Это когда, ну, 70 торчков собралось, и в городе, там, мытища, ну, в Перловке, мы там, за 4 часа собрали все баяны, вот, просто взяли, и тогда вам, единственный вам раз был, люди не сказали, наркоманы молодцы. Вот. Ходили, задавали, вот, вот, у вас в подъезде, да, у нас шприцы, у нас здесь колются постоянно, а вы знаете, вот у вас люди, вот они молодцы. При этом, как бы, ну, лица были открыты, все говорили, что мы, вот, потребитель наркотиков. Вот это позитивно. С ОНБ ООН, и при их поддержке, мы начали еще ряд важных направлений, работать с специальными докладчиками, он по праву на наивысшедостижимый уровень здоровья. Был написан ряд жалоб специальному докладчику по праву на здоровье, и в том числе последняя жалоба касалась отсутствия доступа к программам заместительной терапии. Это жалоба написана Ирой Теплинской. Радует, что уже больше появилось заинтересованных лиц, больше у нас сторонников, и я думаю, если мы будем продолжать с такой же систематичностью, с таким же постоянством, и привлекать на свою сторону больше и больше сторонников, то в конце концов государство тоже услышит наш голос. Я думаю, что такие роды собрания довольно важны для того, чтобы вопрос о снижении вреда в целом в России и в недельной заместительной терапии в России, они продолжались. Менять подход здравоохранения, та же заместительная терапия и оказание медицинской помощи без дискриминации по каким-либо признакам, вот как сейчас говорили, совершенно правильно. Ну и заместительная терапия вообще, на мой взгляд, это единственное, что, ну вот, как-то может сохранить, там, я не знаю, тысячи жизней, там, что ли, на сегодня. И я не знаю ни одного фонда, кроме фонда имени Андрея Рылькова, кто так последовательно отстаивает, ну, что ли, продвигает именно заместительную терапию. И почему это не слышат там наверху где-то, для меня до сих пор непонятно. Мы понимаем, что лечение туберкулеза, оно практически вообще невозможно без заместительной терапии. Люди не могут ни в больнице находиться, они не могут ни амбулаторно проходить лечение из-за того, что они не могут быть привержены вот этому лечению. И то же самое касается ВИЧ-инфекции. Людей точно так же выписывают, нет даже никакой элементарной, даже какой-то наркологической помощи в этих больницах, да, и нет никакой приверженности к лечению. Так называемая детоксификация, она заключается в том, что людей просто держат на нейролептиках или на снотворных, и вот несколько недель они находятся в таком, как бы, овощном состоянии. До сих пор применяются препараты, которые давно были уже запрещены везде, типа таких препаратов, как галлоперидол. Это препарат для лечения шизофрении, который уже даже, по-моему, для лечения шизофрении. Как, собственно, наркологи, они сами признают, что эффективность лечения составляет где-то там 3-5%. Я бы еще всегда добавляла, что нужны не только заместительные терапии, но нужны реабилитационные центры. Когда мы начинались, у нас в Уставе даже не было ВИЧ-инфекции и вообще ничего. Еще не было ВИЧ-инфицированных, представляете? И ведь уже мы знали с Запада, что все идет, информация была, а как можно противодействовать этому? И на самом деле наши родительские сердца кипят, потому что кто должен ответить за то, что столько сейчас ВИЧ-инфицированных, столько молодых людей умирает? Кто за это отвечает? Но все, на что мы можем надеяться, это чудо. То, что в этой стране произойдет какое-то чудо и неожиданно у власти станут люди, которым не все равно, которые понимают, что люди умирают, что они умирают, что они умирают там сотнями, тысячами каждый день, и что нужно с этим сделать. Чтобы это чудо произошло, как бы ты на это повлиять не можешь. И для меня этот этап уже пройден, когда я считала, что я могу на это повлиять. Я все равно буду заниматься адвокацией, я все равно буду документировать вот эти нарушения, я буду записывать истории про смерти своих друзей, как бы я буду это делать, потому что мы обязаны это делать. мы видим, мы свидетели этого, мы обязаны это делать, я обязана этим заниматься, обязана доносить это хоть куда-то, чтобы хоть кто-то это услышал. Нам нужен дроп-ин-центр в Москве, чтобы у нас было помещение, чтобы у нас были материалы, чтобы у нас было место, куда можно прийти, где можно собраться, где можно оказать людям какую-то человеческую помощь, чтобы у нас в этом дроп-ин-центре было хотя бы парочка врачей, которые могли оказывать первую медицинскую помощь. Нам нужно, чтобы в Москве были нормальные сервисы для потребителей наркотиков, нам нужно, чтобы у нас был мобильный пункт, чтобы мы могли ездить по этим точкам, по которым сейчас бегаем с рюкзачком и не можем даже взять достаточно шприц для того, чтобы людям раздать. Рюкзаки. Рюкзаки, да. Я как человек я хочу, чтобы это была работа, нормальная работа и посвящать ей время и получать за это деньги и приносить людям поезд, чтобы это была работа. Россия большая, у нас такая маленькая организация и у нас очень мало поддержки. Но с одной стороны это вроде как хорошо, потому что мы такие, не знаю, первопроходцы и как-то боремся с действительностью и это нам помогает. С другой стороны есть шансы не выжить в такой борьбе. Очень бы хотелось, чтобы вовремя все-таки пришла какая-то поддержка, помощь и мы не оказались одни в этом. Мы выжили и наша организация продолжала делать то, что делает и появлялись новые сервисы, новые возможности. Просто хотелось бы, чтобы это все не погибло от того, что сопротивление слишком большое. Но я вот так доверила на это, надеюсь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok